Этот разговор продолжался чуть более часа. Этот разговор стал продолжением проведенных 7 декабря в режиме видеоконференции российско-американских переговоров, а также телефонного контакта 30 декабря. Именно тогда лидеры двух стран начали обсуждение важнейшей на сегодня темы, а именно вопрос обеспечения долгосрочных юридических закрепленных гарантий безопасности Российской Федерации. Сегодняшний разговор прошел в обстановке беспациентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину. Это всем известно. Кстати, ссылаясь на вероятность такого катастрофического сценария, американская страна и запросила сегодняшний телефонный контакт президентов, хотя планировалось провести этот разговор в начале следующей недели, в частности в понедельник. Такие у нас были планы. С подобными просьбами о срочных телефонных разговорах обратились и другие члены администрации, которые провели вчера и сегодня беседы со многими российскими коллегами. То есть нагнетание вокруг темы вторжения велось спординированно и истерия достигла вот просто эпогея. Характер беседы был все-таки довольно сбалансированным и деловым. Президенты условились, что высказанные Байденом соображения будут в Москве внимательно рассмотрены и по возможности учтены в нашей реакции на поступившие от США и НАТО оппозиционные документы. Эту реакцию мы в ближайшее время доведем до сведения партнеров и общественности. С учетом того, что, как сказал Джозеф Байден, он хочет, чтобы международные отношения России и США выстраивались на основе взаимного уважения, президенты условились продолжить контакты на различных уровнях по всем затронутым сегодня в телефонном разговоре вопросам. В целом беседа носила деловой характер, еще раз хочу это подчеркнуть. Вокруг передвижения наших войск по своей территории, пусть недалеко от украинских границ, уже не первый месяц нагнетается напряженность. А вот в последние дни и часы ситуация просто надоведена до абсурда. И как бы американцы искусственно сдувают истерию вокруг так называемого планируемого российского вторжения, называют даже даты этого вторжения. А параллельно вместе с союзниками накачивают военные мускулы Украины. Ну я не знаю, так сказать, американцы выбирают такой путь. Мы вложили наше соображение и несколько раз подчеркнули, что мы не понимаем, зачем передавать средства массовой информации, заведомо ложную информацию о наших российских намерениях. Субтитры сделал DimaTorzok